Ксения, здравствуйте! Здравствуйте! В последнее время популярен становится у наших туристов экстремальный туризм. Это вообще что такое? Ну, туры разные есть. То есть пешие, с пешочком, либо на велосипедах. Есть горные, можно сплав по реке. То есть это такой не классический пляжный отдых, а все делается ради впечатлений. Да, то есть это ради впечатлений, ради эмоций, ради адреналина, всплеска. Ну вот вы сами что можете предложить тюменцам? Очень популярны сплавы по рекам Урала. Они где-то 15 тысяч начинаются на целый века на 7 дней. Популярны пешие, пешие маршруты. Такой легкий альпинизм для начинающих. Да, легкий альпинизм для начинающих. Велосипедный, можно на лошадях. А что-то для продвинутых пользователей, таких, которым уже такой объем адреналина недостаточный? Для продвинутых, ну кроме, например, сафари в Африке, можно предложить круиз на атомном ледоколе, на Северный полис. А в каких условиях он проходит, каким образом? Это не просто тур развлекательный, это экспедиция. То есть там опытные натуралисты, гиды проводят лекции. То есть куда мы сейчас прибываем, что мы увидим. Делаются высадки на лодках, либо на вертолете с атомного самого ледокола. Вот. Пересечение Северного полюса. Самое короткое колгосветное путешествие. Даже так? Да. А еще какие-то варианты? Еще варианты, ну вот у нас агентство семейных путешествий. Например, мы проводим свадьбы за границей, есть у нас такая вид экстремальной проведения свадеб под водой. Для любителей дайвинга, ну и вообще стрима. То есть получается сотрудница ЗАГСа вместе с нами опускается под воду и расписывает нас там. Да, правильно. Ну а вообще как это все проходит? Это не опасно, вот такие вещи? Ну вообще страховка обязательно входит. Вы ее сами предоставляете? Да, мы сами предоставляем. Конечно, у некоторых клиентов, у них есть какая-то дополнительная, то есть они уже сами говорят, у нас есть страховка. Вот, а в основном все туры, да, у них идет страховка. А какие ограничения, да, ну понятно, да, сафари, ледокол, подводные свадьбы, медицинские показатели, справку вам приносить нужно или это на свое усмотрение? Под водой, например, обязательно должны быть сертификат для того, чтобы, ну дайвинга, да, курсы. Ну нужно пройти там же сразу же их, но обязательно, чтобы что-то было. Вот, по экстремальным активным маршрутам там тоже, они бывают разные сложности физического уровня, там и первой, и четвертой категории там уже нужно смотреть. Ну, чтобы чувствовал себя человек хорошо. Вот на эти круизы, допустим, то, что я вам сказала, атомный ледокол, там даже 70-летние европейцы отдыхают. То есть он с палочкой ходит, он может высадки не делать, но он участвует, выходит, смотрит, что там показывают, слушает. Сидит на ледце. Да, если где-то может спуститься, может. Есть такие, ну, наши, не наши, англичаники. То есть получается, по большому счету мы сами должны определиться, нам надо не надо. Да, точно, какой-то справки специальной нету, то есть что вот вы можете. То есть вы должны сами себя хорошо чувствовать, знать точно, что у вас все в порядке со здоровьем. Что нам можно и что нельзя. Да, что можно, что нельзя. То есть если у вас больное сердце, не перестает. Ну вот если мы из Тюмени решили все-таки, да, выбраться либо на атомный ледоход, да, либо на дайвинг, либо там на кормежку акул, я знаю, что такое тоже есть. Что нам получается, как это все проходит? Мы просто приходим к вам, и вы все сами организуете. Да, мы все сами сделаем, то есть как билеты какие, куда, что. Как добраться, это все. А вот если мы берем те же сплавы, кто нас сопровождает? Сплавы там сопровождает инструктор, то есть там объясняется, проводится краткий инструктаж перед тем, как отправиться. То есть инструктор рассказывает там, как и что делать, в зависимости от того, какой вариант тура. То есть он всегда рядом? Да, и рядом есть всегда сопровождающие. А на кормежке акул? На кормежке акул гид, то есть сопровождающий гид просто рассказывает. А это все проходит как? Мы с корабля кормим или мы ныряем прям к акулам? Нет, вот такую экскурсию можно, например, в Индонезии посетить. Обычные лодочки, то есть причем даже такие рыбацкие лодки, туристов вывозят к месту, где скапливаются акулы. Ну, там течение холодное, когда идет определенное время года. Вот, и желающие могут поплавать с ними. Но это на самом деле не опасно. Почему? Потому что это китовые акулы. Ну, да, они питаются планктоном. Да, но все равно страшно. То есть у нас достаточно большой выбор, но под каждое путешествие нужно экипироваться. Мы как, самостоятельно тоже должны пройтись по магазинам или все выдадут? Будь то сплав, будь то ледокол, будь то купание с акулами. На сплавах в основном, ну, то есть катаман, там лодки на чем сплавляются, это все входит. Там, допустим, жилеты спасательные, это тоже все есть. Палатки, спальные мешки, желательно предлагают, ну, как сказать, рекомендую брать свое, да. Потому что это постоянно используется, но можно в аренду взять. Вот, но все равно какая-то одежда там или еще что-то все равно нужно взять. А по ледоколу? По ледоколу там сапоги выдают, куртку выдают, но с собой вещи все равно какие-то взять. Угу, хорошо, понятно. Но это все экстремально, это все достаточно необычно. А если семья хочет просто, ну, не просто пляжный отдых, а что-то необычное, но все-таки более или менее спокойное, что можете предложить? Экскурсионные можно, автобусные туры, например, по Европе. Они дешевле, чем ехать в какую-то отдельную страну. Можно посмотреть одну, там, две, три страны сразу за раз. А по России? Есть предложения? Есть, Санкт-Петербург, например, Москва, Золотое кольцо, Сизик можно, Крым есть тоже. Уже появился. Да, был и есть. Ну что ж, я думаю, тюменцам будет из чего выбрать, причем такой достаточно большой набор программ, я так понимаю, под любой кошелек и под любой состав себе. Да, верно. Ну что ж, хорошего дня. До свидания.